С чего бы я начать? Нашу последнюю лекцию. Ну давайте вот с чего начнем. Давайте начнем с того, что у нас с вами, я это говорил в прошлый раз, чего у нас не было в этом семестре, что возможно будет в следующем. В числе прочего у нас с вами вообще не было разговора о различных модулях, практически никакого. Разве модуль МАС какой-нибудь, и то не факт, что мы его проходили. То есть как сделать модуль мы немножко посмотрели, не до конца, кстати. А вот содержимое... Нет, нет, как класса. Давайте попробуем тогда... Попробуем открыть документацию локальную. А вот содержимое стандартного списка модулей, которые... О, Телеграм, например, открывается. Интересное дело. Может, у вас сайтик упал? Да давай же. Что, здесь нет, не стоит документация по Питону? А, Пайтон Три он называется, извините. Пайтон Три Док стоит. Ну, счастье. Где у нас индекс? Вот. Наш старенький питончик, который на этой машине стоит. Так вот, смотрите. Мы с вами довольно плотно разобрались с тем, что написано вот в этом документе, который называется Тьюториал. Довольно плотно. Мы довольно, ну, скажем так, часто наведывались вот в этот текст, где описывается, особенно в его начало, где описывается чуть более подробный, чуть более формальный язык. Но, в ту его часть, которая посвящена стандартным модулям, она во какая. Во какая. Мы не лезли, не лезли по трем причинам. Причина первая. Это, вообще говоря, уже не произойдет программирование. Причина вторая. Их много. Одно чтение вслух названий заняло бы очень большое время. И мне совершенно непонятно, по какому признаку из них вынимать все, ну, более нужные, менее нужные. Там со всей очевидностью есть менее нужные модули. Но, в общем, это, мне кажется, привело бы только к зашумлению пространства. Вот. Тем не менее, поглядеть туда, в список модулей, наверное, представляет интерес. И вот этим я планировал сегодня заняться немножко. Их порядка 250, что ли, штук. Это модули, которые поставляются вместе с Питоном. То есть, входят прямо в базовую поставку. Их, как бы, можно рассчитывать на то, что они есть всегда. В некоторых дистрибутивах Linux их пилят на части. Ну, например, модули, которые требуют графику, какой-нибудь TK, TK-inter, черепашка какая-нибудь. Они выделяются в отдельный пакет, потому что, ну, потому что... Чтобы можно было ставить на компьютер, где вообще никакой графической оболочки нет. Вот. Ну, буквально пару слов про то, что я тут вижу. Модуль ArcParse предназначен для написания программ в командной строке и разбирает, собственно, параметры командной строки. Модуль Array – это довольно простой и вместе с тем эффективный способ воспользоваться таким типом данным, как массив. Вот настоящий массив, не наши там списки, да, питоновские, которые, в суть, динамические массивы со всеми вытекающими. А прямо вот массив, то бишь, область памяти, порезанная на кусочки одинаковой длины, да, и представляемая в виде, там, одномерного или n-мерного массива данных. Вот. Он включает в себя типизацию на довольно забавном языке программирования, может, мы еще увидим. Ну, в смысле, языки описания, там просто буквами описывается какой тип. Ну, и вот такого сорта. Соответственно, над этими массивами кое-какие операции работают просто быстрее, и поэтому имеет смысл им пользоваться. Все модули, которые начинаются на ключевое слово async, я намеренно пропускаю, потому что это отдельная большая тема, даст Бог, мы до нее доберемся в следующем семестре. Разнообразное преобразование текстов. Вот, кодирование, еще кодирование, это, по-моему, бенхекс. Ну, да, вот, кодирование и декодирование разных форматов преобразования текстов. Какие-то, ну, в общем, все, что там, B64, вот это все, бенхекс, бенхекс, все. Вот, BDB, и вообще дебаггер. BZ2, упаковка с помощью архиватора, с помощью упаковщика BZ2. Ну, давайте просто заглянем, чтобы было понятно хотя бы один раз, что это такое. Ну, поскольку BZ2 это просто такой упаковщик, он занимается сжатием файлов, то, соответственно, вы можете открыть сжатый с помощью BZ2 файл. Он поддерживает, соответствующий объект поддерживает метод open, я надеюсь, что и close тоже. Вот. Не вижу. Не вижу. Ну, по крайней мере, он поддерживает метод decompress. Да, видимо, close не поддерживает. Вот, собственно, и все, что вам нужно знать. То есть, у вас был сжатый файл, вы его открыли, вызвали декомпресс, получили распакованные данные. Здесь чего интересного. Ну, тут всякие, смотрите, какой-то модуль, который поддерживает функции календаря, в том смысле, что есть некие стандарты на представлении календарных данных. CGI, это именно CGI, то, что вы думали. Да, модуль для работы с вебом, написания веб-серверов. Вот. Еще CGI, комплексная математика, ну, всякое. Модуль collections, про который мы обязательно поговорим в следующий семестр, вот, это набор всяких сконструированных на питоне полезных типов данных, которых нет в базовом языке. Какие? Ну, например, до питона 3.5 включительно, там был словарь, у которого элементы хранятся в порядке добавления в словарь. Вот. Начиная с 3.6 питона, это так по умолчанию, а вот в 3.5 еще нет. Или, например, словарь, у которого элемент создается по факту обращения к нему, такой словарь с дефолтом. То есть, помните, у нас часто бывает ситуация, что мы залезаем в словарь, сначала проверяем, есть ли там соответствующий ключ, а потом только лезем. Так вот, словарь с дефолтом устроен таким образом, что когда вы туда лезете, этот элемент заводится по дефолту. Вот. Довольно удобная вещь. Ну и кое-какие еще. Можете заглянуть, сами посмотрите. Что еще интересного? Какое-то шифрование, да? C-Types довольно забавный модуль, который позволяет описывать и впоследствии обращаться к бинарным, как я понимаю, например, C-шным данным из библиотек. Вот. Возможно, если хватит времени, опять-таки в следующем семестре мы в него потыкаем. Курс из этого модуля для написания... Собственно, библиотека так называется, для написания текстовых интерфейсов, которые работают со всем текстовым экраном, а не только с командной строкой. Вот курс из этого модуля для этого. Вот. Что еще интересное? Какое-то количество, ну, например, InsurePip – это модуль, который всегда поставляется с питоном, и, используя который, вы можете получить работающую утилиту PIP. Это утилит для установки, обновления и удаления модулей. Вот. Опять-таки в следующем семестре мы попробуем в это потыкать. Тут ничего интересного. Ну, например, протоколы в ТП... А, ну, фрекшнс. Мы про фрекшнс даже говорили с вами. Я соврал. Мы говорили про некоторые модули. Вот. ГЦ – работа с гарпуч-коллектором. Помните, мы в самом начале, когда говорили про референс каунт и про то, как у питона создаются и удаляются объекты, мы ссылались на волшебный сборщик мусора, который, собственно, этим занимается, когда окончательно убедится, что объекты эти не нужны. Ну вот, ГЦ занимается ровно этим. ГИТОПТ – еще один способ разбора командной строки. ГИТТЕКСТ – довольно важный модуль. В планах есть в следующем семестре им воспользоваться служащие для интернационализации программных продуктов. То есть для ситуации, когда у вас есть отдельно... Ну, отдельно переводы к сообщениям вашей программы. Вот. Ну, где очередной формат? Значит, всякая математика, HTML, вот, парсер HTML и, собственно, сами entities HTML. Модуль HTTP. Вот. Модуль HTTP я даже хочу показать, потому что это довольно забавная штука. Вот. Помните, как вызвать модуль в качестве программы? Надо сказать, Python – M – имя модуля. Тогда он залезет в библиотеку, запустит модуль, который на самом деле есть программа на Python. Запустит ее как программу на Python. Вот. И что-то будет с этим. Вот. Давайте попробуем... А, давайте сначала посмотрим. Где-то тут... Нет. Вот тут он, наверное, лежит. Нет. Я что-то путаю. Может, он здесь лежит? Неа. Ну, что такое? А где? Сейчас еще локейт не на... Как бы нам найти... Как бы нам найти это дело? Вот никто не может сказать. Сделали вот так вот. Как нам узнать, где он лежит? Да, если у него нету, то... Ну, где... А в пространстве у него нет, Павел, по которому он лежит? Это не так... Нет. На самом деле... Давайте попробуем. Хорошая идея. Файл, да. Вы правы. О, 3.5, потому что. Ну, вот. Как выглядит этот файл? Давайте туда посмотрим. Давайте сразу в конец ему зайдем. Во, видите? Вот этот кусок кода будет запускаться, если мы запускаем этот модуль как программу. Он, смотрите-ка, с помощью модуля ArcPars разбирает командную строку. Тут что-то происходит. Даже можно с ключом CGI запустить, например. Он тогда будет, ну, работать как согласно CGI протоколу. Вот. Но, в принципе, это все не очень важно. Если мы скажем так, Python 3, Python 3 минус M, HTTP сервер. Ну, давай раз, два, три, четыре, пять. Это порт. Он нам запустит HTTP сервер на порту раз, два, три, четыре, пять. То есть с питоном вместе путешествует, путешествует, оказывается, HTTP сервер. Который по умолчанию делает, ой, а потому что тут индекс HTML лежит, я знаю. Вон, видите, тут даже запрос отражен. Вот он. Давайте его уберем. Уберем. Вот мы сейчас сделаем, знаете, что мы увидим? Он просто будет отдавать текущий каталог. Дешевый способ передать файлы. Запустил вот такое. И передал кому надо. Ну, айпишник, двоеточий, порт, и все. Вот можно скачать какой-нибудь файл. Не знаю, вот этот. Вот этот файл скачан. А вот реквест, который произошел. Короче говоря, нормальный, хороший, годный HTTP сервер. Ну, может быть, не слишком, не слишком пригодный для страшных нагрузок. Вот. Но, кстати, для старших нагрузок есть на питоне фреймворки. Ну, например, сервер Торнадо. Ну, вот. Значит, HTTP модуль. Поддержка разных сетевых протоколов. Довольно забавный модуль Inspekt, который позволяет, например, получить исходный код того... И просмотреть исходный код того кусочка программы, которым вы пользуетесь. Вот. Разборщик JSON. Модуль EtherTools, про который я упоминал, но мы так его и не разобрали. Штука нужная для довольно развесито работы с итераторами. Поддержка локализации. Ну, в общем, все, что нужно нормальному человеку, скажем так, с первой полки, на этой первой полке лежит. Какие-то системные штуки, типа М-мапа, да? М-мапа. Вот. Что-то еще интересное. Модуль OS, в который мы тоже не заглядывали. Это интерфейс к операционной системе с большим-большим количеством всяких фишек. Ну, например, с платформой независимых конструированных путей. То есть в Windows у вас будут пути через бэкслэш, в Linux через слэш, например. Ну, вот это все. Простейший парсер, который... А, нет, это парсер питона сам. Вы можете им пользоваться. Вот. Сирилизация пиколь. Ну, что еще интересного такого? Притепринт, по-моему, я превоспользовался модулем Притепринта. Довольно забавная вещь. Автоматически сама разбирается, в каком виде ваш сложный объект удобнее красивше вводить на экран. Для того, чтобы делать отладочную печать читаемой, можно пользоваться модулем Притепринта. Вот. Модуль Пудок. Модуль Пудок предназначен для парсинга и, возможно, показа документации по Питону. То есть мы можем сделать вот так, написать help в... Ну, не знаю, там, from... Нет, for. Пустим, да. А можем сделать вот так. Python 3. Минус mpdoc. Что там было? For. И получить абсолютно такую же картину. Собственно, код это один и тот же вызывается. А можем даже и не так. Можем даже вот так сказать. Это, собственно, бинарник, который вызвает все то же самое. У модуля Пудок есть забавное дополнительное свойство. Он может работать... Сервером. Сервером, да. Если ему сказать вот так вот. Он запустит на около-хосте сервер на порту раз, два, три, четыре, пять. И если туда зайти, вы увидите довольно забавную... А, ну, кстати, вот он тут же у меня... Предыдущий тоже был раз, два, три, четыре, пять. Вы увидите все документации, всех модулей, которые установлены в системе. Их можно поброузить. Ну, допустим, ну, не знаю, там, exceptions. Это та же самая документация, только немножко раскрашенная HTML-ом и с гиперссылками, по которым можно бегать. Вот, видите? Самое, что забавное, вы же помните, что модули на питоне – это просто программы. Соответственно, любая программа может быть модулем. Вот все наши программы, которые мы тут написали за этот год и также за предыдущие. Вот, в них можно потыкать и посмотреть документацию по ним. Вот. Вот, помните такой? Или я не при вас его писал? Вот. Красивая, годная документация. Модуль Random очень удобный для всевозможных отладок. Не знаю, говорили мы о нем или нет, но он простой и там, в общем, говорить особо не о чем. Вот. Модуль, обеспечивающий регулярные выражения. Регулярные выражения в питоне поддерживают не только регулярные выражения, но и выход за них. Более хитрые штуки. Вот то, о чем у нас говорилось в лекциях по Linux. Вот. Что еще такого интересного? Ну, всякие алгоритмы. Довольно много я тут пропускаю модулей, которые реализуют всевозможные алгоритмы. Синхронизованные очереди, планировщик, еще что-то. Вот. Всевозможные работы с вводом-выводом, как, например, вот этот самый модуль Select, который, собственно, реализует абстракцию, не абстракцию, а работает с системным вызовом Select и вообще, или он библиотечный, и вообще занимается эффективной обработкой сразу нескольких потоков, в зависимости от того, из которого данные приходят. Вот. Лексический анализатор. Ну, в общем, народ уже начал зевать, потому что мы уже почти дошли до конца. Вот. Много сетевых всяких, поддержка разных сетевых протоколов, поддержка низкоуровневых сетевых протоколов, например, модуль СОКЕТ позволяет открыть СОКЕТ, с ним что-нибудь делать. Вот. Поддержка простейших баз данных, типа SQLite, шифрование SSL, всякая статистика. Ну, в общем, чего только нет. Модуль СИС, значит, если модуль ОС ответственный за связь с операционной системой, то модуль СИС ответственный за связь со самим Питоном. Мы им пользовались. Вспомните, там всякие get-size-off, вот это все. То есть, всякая информация о самом Питоне доступна в модуле СИС. Вот. Ну, дальше опять, значит, тут уже можно, ну, например, работать с разными типами данных, формата файл, создание и удаление временных файлов и каталогов тоже довольно забавная тема, потому что, предположим, вам нужно создать временный каталог. Если вы будете это делать сами, то вам придется реализовать целую пачку хитростей с этим связанных, а в Питоне она сделана. Модуль Тайм, который позволяет изменять и работать со временем, да, полезно в программах. Вот. Ну, и что здесь еще? Ну, трейс всякий. Ну, в общем, можете мне поверить, мы дойдем все-таки до конца, можете мне поверить, что стандартные модули содержат, ну, такой достаточно большой класс всего, что может понадобиться. Вот, вот, немедленно. Вот. И кое-чего, что может понадобиться ненемедленно. Вот. Модуль VENV с недавних пор, там, последние пару лет, фреймворк, который называется Virtual Lens, входит в состав Питона, больше, чем пару лет, на самом деле. Это возможность вести разработку программных продуктов на Питоне, даже в случае, если вы пользуетесь различным набором модулей. То есть, создавать некое, в кавычках, виртуальное окружение, на самом деле, конечно, никакое не виртуальное окружение, а просто таким образом настроенный Питон, чтобы он видел только те модули, которые ему, ну, которые ему разрешено видеть, а остальные не видел. Очень помогает, когда у вас идет сразу несколько проектов, использующих свой набор модулей, и этот набор, скажем, пересекается и при этом не совпадает по версии. Такое бывает в сплошь и ряда. Вот. Ну, XML парсер, работа с ZIP, в общем, в общем, вот. Вот вам набор стандартных модулей. Я думаю, что мы даже кое с какими сегодня попробуем познакомиться, потому что тема у нас такая. Пока мы тут говорили про стандартные модули. Кстати, у нас страничка-то открылась или как? А, открылась. Вот она. Пока мы тут с вами говорили про стандартные модули. Давайте, что ли, посмотрим, что произошло с модулями, которые лежат на сайте ППП, Python Package Index. Мы вспомним, что в начале семестра их было 117 612 штук. Вот. Давайте посмотрим, сколько их сейчас. Вот. 124 401 штука. Вот. То есть, на сколько там тысяч оно наросло за время? На 7? Вот. Понятное дело, что я далек от мысли, что все эти 124 тысячи модулей – это хорошие, годные, прекрасные программы, написанные умными людьми. Вот. Но это, как минимум, куски кода, авторы которых выдержали процедуру регистрации, сабмишина, в смысле публикации. То есть, это не просто какой-то, ну, какая-то помойка, куда что-то свалили, да? Люди, которые, чьи труды индексированы в ППП, они, по крайней мере, потрудились, помимо написания программы, что-то еще сделать, собственно. Вот. Ну вот. То есть, даже не знаю, стоит ли туда соваться, поверьте мне, в этом ППП есть инструменты вообще на любой случай жизни, вот, за исключением каких-то, ну, крайне извращенных или крайне сложных случаев жизни. То есть, вот, что, значит, да, здесь была совершенно неожиданная для меня, непонятно зачем написанная лекция про рекурсию, которую я, к сожалению, вычеркну. Ну, вот, хотя, стоит, наверное, просто рассказать про питон, точнее, про рекурсию в питоне, ну, историю про хвостовую рекурсию я рассказывал в прошлый раз, по-моему. Вот. Надо понимать, что глубина рекурсивных вызов в питоне ограничена тысячей, и из этого следует очень простая вещь. Не надо использовать рекурсию вместо цикла. Вот. Если учитывать тот факт, что рекурсия это и есть цикл, в том смысле, что, например, в теории этого лямбда-исчисления, да, там циклов нет, там есть именно рекурсия. Вот. То это звучит странно, но... А может быть и нет, а может быть и не странно, на самом деле, потому что мы всегда можем заменить рекурсию циклом. Вообще всегда. Вот. Тут есть прикрепленный, кажется, файл, на который нет ссылок. Вот. И это примерчик, который я неожиданно написал к этой лекции про рекурсию. Вот здесь вот у нас рекурсивная процедура, которая выводит все разложения числа n на сомножители. А вот здесь у нас нерекурсивная процедура, использующая стек, она написана неэффективно для того, чтобы... Слегка неэффективно для того, чтобы полностью совпадать с исходной процедурой, которая делала это рекурсивно. Вот. И к этому прилагался кусок лекции, который рассказывал, как вот из такого кода получать вот такой. Да? Это переход, замещение рекурсии циклом, причем, как видите, довольно точное соответствие исходного кода с рекурсией, получающемуся коду с циклом isTag. Вот. Несмотря на то, что функции и, соответственно, создание пространства именной и вызов функций в питоне используются всегда. Это, собственно, один из ключевых элементов языка программирования. Несмотря на это, вызов функций все-таки довольно тяжелая операция. Потому что у вас создается сразу целое пространство имен. Когда вы начинаете искать по этому пространству, он сначала ищется по нему, потом по глобальному. При выходе оно уничтожается. Все это, в общем, такая морока с питоновскими объектами, которые питон должен проделать. Поэтому... И поэтому тоже рекомендуется использовать рекурсию только там, где она, ну, красиво и необходима. Ну вот. Теперь давайте затронем одну тему, которая, вообще говоря, не относится непосредственно к языку программирования. Вот. Ну, почему-то всегда входит в разговор о языке программирования. Не знаю, почему. Ну вот, у нас в нашем курсе она чуть было не вошла, но нет, вошла. Это тема работы с файлами. Мы этого ни разу не делали, потому что, как выяснилось, нам было вполне достаточно, нам было вполне достаточно, что наш питон умеет читать со стандартного ввода и писать на стандартный вывод. Еджаж отлично все с этим работал. И, в общем, проблем в формулировке задач у нас не было. В числе прочего, у нас не было проблем в формулировке задач на ввод и вывод данных на питоне, потому что в питоне, особенно в третьем, достаточно неплохо поставлен процесс работы с текстными потоками данных, с текстными файлами. То есть, если вы откроете какой-нибудь файл на чтение, ну, не знаю, там, наверняка есть файл, который называется О. Еще нету, не может быть. О, ну, есть файл, который называется О. Да. Вы увидите, что то, что мы считаем, ну, то есть, то, что мы называем файлом, это всего лишь некий объект, который, в данном случае, называется ИО-текст-враппер, который поддерживает так называемый файловый протокол. То есть, из него можно читать, в него можно писать, если он открыт на запись, да, операции чтения read, там, или readline, или еще что-то для него определены. И у него есть операция close, которую надо над ним вызвать для того, чтобы его закрыть. Вот и весь, вот и весь файловый протокол. Так вот, это один из многих объектов, поддерживающих файловый протокол. Вот. Что с ним можно сделать? Ну, давайте попробуем, что у него там есть. Ну, довольно много разных, разных методов. Некоторые из них вполне понятные. Вот. Ну, например, там. Со всей очевидностью это имя файл. Давайте оттуда прочтем. Значит, s равняется f.read. Так. И тут нас настигает некая неприятность. Неприятность говорит так. Знаете, а этот файл вообще не текстовый. У вас там что-то лежит в вашем файле ООО. Мы его не можем преобразовать в кодировку, из кодировки УТФ, в которую ваша операционная система работает. В какую-то еще кодировку. Вот. Вот есть модуль локаль, про который я говорил, поддержка локализации. И он нам говорит, что у вас сейчас в системе стоит локаль RURU UTF8. То есть русский язык, страна Россия, кодировку UTF8. Что там у вас в файле лежит, я не знаю, говорит Python. Но байт с кодом 0x80 не может быть преобразован в текст. Из чего следует, что по умолчанию Python открывает файлы как текстовый, преобразуя их из формата хранения в текущую кодировку. И обратно. Python 3 делает так, Python 2 так не делал. И с этим связано некоторое количество странностей. Что это за файл такой, кстати? А, ну он бинарник. Это вообще программа. Ничего удивительного, что он не смог перекодировать в UTF8. И это программа. А, такого файла нет. А что есть? А, ну у нас есть много всяких файлов на Python написанных. Они точно текстовые. Вот какой-нибудь tabl.p. Давайте его откроем. F равняется open. Tabl.p. Ипс. Вот. Это у нас файл. F.read. Так. Что происходит по операции read? По операции read все содержимое файла считывается и в строковом формате связывается в данном случае с именем s. Все содержимое файла. То есть, одна операция read это чтение всего. Вот. В принципе, вы можете указать ему размер. Давайте все закроем. Да, если я сейчас еще раз выполню операцию read, она вернет нам пустую строчку. Это означает, что наступил конец файла. Вот. Если мы еще раз откроем этот файл, можно, например, попросить его прочесть не всю, а скажем, ну там, 10 байтов. Еще 10 байтов, еще 10 байтов. Backslash n, если вы помните, ну, если я напишу print, там будет все лучше. Backslash n, если вы помните, это перевод строки, да? Давайте вот так сделаем, чтобы было понятно, что на самом деле происходит. О, видите, вон он, перевод строки был. Все. Вот. Никакого специального сигнала конец файла, никакой ошибки при чтении, попытке чтения read после конца файла не происходит. Просто он вам возвращает пустую строку, что невозможно в любом другом случае. Если там был хотя бы один байт, этот байт вернется. Вот. Если там был перевод строки, этот перевод строки вернется. Так выглядит операция read. Естественным образом операция write выглядит точно так же. Ну, допустим, у нас вот эти программы O, давайте мы ее откроем на запись. F равняется файл, нет, open. O, O, да? O, O. На запись. W. По умолчанию открывается на чтение. В этот момент наш файл O уже убился. Ну, давайте покажем, что он уже теперь нулевой длины стал. Ну, O, естественно. Вот, видите? Файл, да елки-маталки. Файл уже пустой, потому что открытие файла на запись, собственно, передвигает счетчик на начало файла. И сейчас мы будем туда писать. Что мы будем туда писать? Ну, не знаю, там. F.writi. Да, если файл нет, оно создаст. В принципе, если там разбираться более глубоко, там, по-моему, есть все эти флаги. Все эти флаги при открытии файла, что открывать только если его нету, или наоборот, если нету, не открывать, возвращать ошибку. Вот там дальше можно, нам надо почитать просто документацию по F.write. Вот обратите внимание на то, что я записал файл какой-то, что-то, и F.write мне вернуло 63, это количество байтов, записанных в этот самый файл. Давайте посмотрим, что можно писать, что еще можно, что еще можно, что еще, что еще можно, что еще можно, что-то как-то тут слабенько, лучше почитать документацию в настоящем. Ну, в смысле, в HTML. Так, где тут поиск? Вот он, в райт. Помимо размера. Да, сейчас я буду долго искать. Наверное, можно... Вау. Наверное, лучше в тюториале, потому что тут, конечно, мы будем... Слово write, конечно, там будем искать очень долго. Надо просмотреть просто где-то файл, где-то файл, где-то файл, где-то файл. Вот, нет. Вот reading, writing, файл. В тюториале все это есть. Read, write. Кстати, а, да, write на самом деле такой простой и есть. Он... Вы туда пишите некий текстовый объект, он пишется. Что еще можно... Что еще можно такого веселого сделать с файлом? Давайте мы этот... f.close сделаем. Все, мы записали. Теперь у нас в нем 63 байта, как и было сказано. Вот. Обратите внимание, в конце нет перевода строки. Почему нет перевода строки? Потому что мы его туда не написали. Сами себе злобный буротин. Что еще можно делать с текстовым файлом? Значит, давайте я еще раз вспомню, почему он перекодируется. Потому что кодировка ваша системная может быть довольно разной. В Linux принято использовать кодировку UTF-8. В Windows с недавних пор тоже. Но еще в Windows принято использовать еще три разных кодировки. Вот. И какая из них будет в данный момент неизвестна. Вот. И если это... Кодировка немногобайтная, то какой язык в данный момент определяется только настройками кодировки. И поэтому как нам из вот этой внешней текстовой информации сделать бетоновскую строку, совершенно непонятно. Единственный способ это взять ее и перекодировать из одной кодировки в другую. Что, собственно, по умолчанию операция чтения и операция записи и делает. Потому что внутри бетона строки представлены в виде так называемого Unicode. Вот. Мы, по-моему, даже мерили, как они там устроены. Ну вот. Так вот, что еще можно сделать файл? Ну, например, если вы просто открыли файл. Давайте попробуем снова открыть файл на чтение. О! Видите вот это? Файл является итератором. Значит, по нему можно цикл запустить, его можно превратить там в список, например. Давайте превратим его в список. Видите, чего это список? Это список строк, включая переводы строки, кто у них в конце. Вы можете просто написать что-нибудь for там s in file и прям по одной построчке эту s анализировать. Очень удобная операция, как мне кажется. То есть даже не так можно написать with, что-нибудь такое, open. От, что там было, table.py As f Помните, что делает оператор with? Оператор with, это так называемый контекст-менеджер. Он фиксирует вот этот объект, который возвращает вот это выражение. Ну, еще он ему, его связывает именем f. И после того, как вы выходите из оператора if, он вызывает закрытие этого объекта сам. Поэтому мы даже f-clause не будем делать, а просто напишем for s in f print s. К этому моменту файл закрылся. Расскажите мне, пожалуйста, почему у меня такая чрезсрочность? Вдруг? Потому что так совершенно... Чрезсрочность, потому что print добавляет свой собственный перевод строки в конце. А при чтении таком этот перевод строки там уже есть, он не удаляется. Вот. Поэтому получается вот такая штука. Ну, в общем, не знаю, имеет ли смысл здесь и сейчас рассказывать про SIG. Ну, по перемещению туда-сюда, по файлу. Это то, что проходится, по-моему, когда вы изучаете SIG. Что может файл открыть и гулять по нему туда-сюда с помощью операции SIG на соответствующую позицию. Потому что файл, вообще говоря, он такое тяжелое... Понятие файла это тяжелое наследие, значит, ленточек, магнитных и перфорированных ленточек. И файл представляется в виде потока, который можно перематывать туда и сюда, позиционируя в какое-то произвольное место. Вот. Вы не можете взять и легко прочитать из разных мест файла. Вам все равно придется выполнять операцию перемотки. Вот. Вот это она самая перемотка и есть. Более того, это важно понимать. То, что вы открываете и из чего вы, например, читаете, совершенно не обязательно файл. Это просто объект, поддерживающий файловый протокол. Он вполне возможно. Не поддерживает операцию SIG, поэтому есть метод SIG. Вот. Метод TEL вам расскажет позицию этого самого указателя файла. Ну и так дальше. Неинтересно. Операция write lines – это операция обратная операции, которую мы видели при проходе файла циклом. Есть еще операция read lines, которая вам вернет файл разбитой настройки. А в write lines обратно его запишут в файл. Вот. Ну и в общем, больше тут особо ничего интересного нет. Нет-нет, смотрите, write lines, ну давайте мы сделаем это. Давайте, значит, у нас там есть файл ООО, да, у нас. Так, сделаем список строк. С переводами строк в конце. Так, тут кавычки. Да? С переводами строк. А здесь мы склейку сделаем. F точка в write lines. Yes. F точка close. Смотрим, что получилось. Пока они придумали, что сам файл может быть итератором, чаще всего использовались методом, который называется read lines. Вот он. Который делает ровно то же самое, что делает проход по файлу циклом. Только он возвращает сразу весь этот список. Вот. Ну, хотите так, хотите эдак. Ну, вот давайте посмотрим, как это работает. Собственно, ну, ничего нового. Вот. Файл можно открывать на запись, w на чтение, r еще на дополнение, a. В случае, если открытие файла на дополнение, он будет открыт на запись, но не очищен. То есть, если мы сделаем вот так вот, где у нас тут, вот здесь напишем a, то тогда дописывание в него приведет к тому, что... Это было бы к слэшен. Это приведет к тому, что он увеличится на 4 байта, а не станет ему равным. Вот. Видите? Вот. Все хорошо, за исключением одного неприятного момента. Это все текстовые файлы. Нам очень мило с ними работать. Там даже русские буквы и нерусские тоже понимаются, и все хорошо. Но вот просто файлы с какими-нибудь данными. Таким способом не откроешь. Мы это только что пробовали делать. Помните, с самого начала попробовали открыть бинарник, а питон нам сказал, что не может перекодировать vtf. Вот. Для того, чтобы открыть бинарник, у нас все еще есть бинарник, он называется OOO. Скажем, на чтение. Вот. Надо делать не так. Надо ему сказать, что он открывается не как текстовый файл, а как бинарный файл. Как вы думаете, какого типа данные при чтении из такого файла полезут? Байтс? Вы знали. Вот. Ну как хорошо. А, ну да, все, пусто. Мы таким же образом можем открыть и текстовый файл, на самом деле, никаких проблем. Вот. Видите? B. Это данные типа bytes. Они не нуждаются ни в какой перекодировке. Bytes in, bytes out. Они достаточно гибкие. Помните, bytes это почти строка. Там она поддерживает строковые функции. Если там лежат строка, вы можете пользоваться строковыми функциями. Вот. Одновременно с этим, одновременно с этим элементом bytes является число. Да? Вот. Секцией bytes является строка, а элементом bytes является число. Ну, какая разница, как работает. Ну, вернее так. Операция секционирования удобнее представляет, чтобы она возвращала bytes, а операцию индексирования, чтобы она возвращала число. Вот вам, пожалуйста, работа с двоичными файлами. Как видите, здесь ничего военного, ничего хитрого, ничего такого, о чем вообще стоило подолгу разговаривать. Но мне показалось, что если я про это умолчу, про то, что вообще это существует, возникнут вопросы. Потому что на самом деле люди в интернетах спрашивают. А вот я пытаюсь открыть файл, а оно мне ошибку выдает, что мне дальше делать. Ну, в мануальном смысле, в тюториале, в общем, вполне приличный пример. В тюториале даже есть пример на SIG. Вот. Наверное, мы на этот счет ничего делать не будем. Обратите внимание, что в тюториале следующим примером после обычных файлов являются файлы, скажем так, на каких-то языках. То есть файлы структурированы. В базовой библиотеке питона и без того полно парсеров для структурированных файлов. JSON, HTML, XML, ZIP и куча всего. Вот. А уж в WPP есть парсер для всех остальных структурированных файлов. Вот. Даже не знаю, имеет ли смысл заморачиваться такими, такого рода штуками. Ну, JSON так JSON. Ну, давайте попробуем, действительно. Простейший модуль, который будет превращать ваши данные в формат JSON, и в этом формате вы можете записывать их. Так, а давайте DIR мы скажем, что для этого нужно сделать. Надо открыть файл, а потом туда задампить, да? F равняется. Нет, это он... По-моему, да. Нужно сделать объект, а потом задампить. Ну, сначала надо открыть файл, нет? Нет, зачем? Давайте почитаем. Мне кажется, да. Но я могу ошибаться. Ну, он же едет. Сейчас, минуточку. Вот это, видите? Вы открываете файл и просто записываете туда не текстовые данные, а произвольный объект. Это, собственно, вопрос номер два, который задают люди в сетях. Окей, я научился писать на питоне текст в файл, но у меня не текст. У меня список словарей списков, или какая-нибудь такая же ерунда. Как его записать? И там числа лежат. Я не могу записать число в файл. Смотрите. Оказывается. Давайте, дайте... Где у нас... Ой! Я не могу записать число в файл. Не могу записать там, ну, любой объект, который не является текстом. Конечно, я могу записать вот так. Но при этом что окажется? Сколько байтов окажется в этом файле? Ответ на экране. Шесть. Значит, туда попало не число сто пятьсот, а строка. Как мне надо записать где-то самое число в файл? Это очень хороший вопрос. Для начала надо ответить на вопрос, зачем нам это делать? Для того, чтобы потом обратно прочесть, тогда давайте использовать какое-нибудь представление этих самых наших данных в каком-нибудь визе. Первый вариант — JSON. Давайте закроем. f.close. Да? И откроем его еще раз. И скажем, json.dump. Какой-нибудь объект, ну, скажем, список, в котором будет наше сто пятьсот. И строка. Ну, не знаю, еще non какой-нибудь. В наш файл. f.close. В результате мы получили файл. Вот он. В котором лежит что-то страшно похожее на питоновский код. А JSON действительно страшно похож на питоновский код за двумя исключениями. Исключение первое. Там non называется null. Почему-то. Исключение второе. Кажется, что он не умеет хранить словари. Вообще. Ну, и множество. Ну, то есть вообще кое-какие питоновские типы там. Словари может, да? Да, он произвольно объект. Ну, он произвольно объект как словарь. Ну, а множество, кажется, не может. А, зачем было писать set, когда можно было написать вот так, да? О, видали? А множество не может. Словарь, кажется, может. Да, словарь может. Вот. Тем не менее, довольно популярный формат хранения данных. Словарь может. Поэтому часто встречается такая необходимость. Окей, а если я хочу любой питоновский объект стерилизовать и записать в файл? Правильный ответ. Ключевое слово «Серилизовать». Поищите ключевое слово «Серилизовать документация» и вам откроется. Откроется, ну, например, модуль «Сериалайз» или, что более удобно, модуль, который называется «Пикль». Занимается он ровно тем же самым. То есть вы открываете файл. Вы записываете туда произвольный питомский объект. Что было не так? Сейчас, давайте посмотрим. Надо было как текст открыть, что ли? А, «Пикль Байт». Да, конечно. Спасибо. То есть на самом деле надо было сделать вот так вот. Да? Ага, спасибо большое. Ну вот, значит, мы открываем уже бинарный файл. Записываем туда произвольные объекты питона, какие хотим. Давайте еще какой-нибудь запишем. Все тоже множество, например. Да? А, я опять написал слово «Сет» зачем-то. В каком угодно порядке число можно туда записать. А что такое ссылка? Ну там, да, в словаре значение является сам словарь. Давайте попробуем. Вы хотите что-нибудь такое, да? Нет, тогда сам на себя словарь. А, вот это не знаю. А, я понял, чего хотите. Вы хотите, чтобы у него от рекурсии съехала крыша. Давайте попробуем. Нет, давайте сначала попробуем так. Давайте сначала попробуем сделать простой вариант. Чтобы в нем было... Чтобы был словарь в словаре. Но я думаю, что там будет все хорошо. Сколько мы их тут даже напихали? Давайте закроем. Кстати, давайте теперь оттуда прочтем. Да? F равняется. Open. Как там назывался? Одного было или два? Два. О-о-о. Binary, да? И pickle. Что там у нас? Load, я думаю, да. А остальные где? А вот они. Все. Обратите внимание, что прочлись четкие питоновские объекты, такие, как они есть. Давайте мы еще раз скажем close и увидим, что это именно они. о, это дикт, это сет, ну, в общем, все как полагается. Как выглядит этот файл? Он действительно не текстовый. Если мы в него будем, будем в него вглядываться, мы увидим, можем даже понять, как он устроен. Что даже, по-моему, вот так удобнее. Нет, так неудобно. Значит, вот, когда нам нужно определить тип объекта, этот тип, если он не за хардкоднутый, пишется прямо вот так, built-in set. Вот. Если словарь, то там пишется, кажется, буква Q. Если число там пишется, где там 100-500? Не помню. Кажется, число G. Ну, в общем, пока... Короче, в этом можно разобраться. Это довольно простой формат. Это настолько простой формат, что если мы сейчас возьмем, модифицируем вот эту вот ерунду, а потом заставим питон это распиклить обратно с помощью метода load, то возможны любые последствия. Никто не проверяет валидность пикл-данных. Если вы хотите не просто сериализовать, а сериализовать с проверкой на ошибки, используйте другие модули, которые, значит, ищите в интернетах. Я думаю, что вы найдете их штук много. Вот. Что же касается ссылок на себя, то даже не знаю, что и думать. Давайте попробуем. Значит, что у нас такое? D равняется 1,2,2. D первое равняется D. Вот этого вы хотели. А, можно без файла же сделать. Можно сделать так. S равняется пикл.дампс. Вот. Отдай. Да нет, вот он что-то запомнил. Видать, поддерживаются ссылки на себя. И творог. Тем не менее, мы... Да, значит, какую область работы с файлами мы тем самым покрыли? Во-первых, работа с текстными файлами от начала до конца. Во-вторых, работа с бинарными файлами, как с последовательностью байтов. В-третьих, тот или иной вид сериализации, когда нам нужно представить питоновские данные в виде portable, в виде предназначенном для передачи куда-то и последующим чтением обратно оттуда. Чего мы еще не... Про что мы еще не поговорили? Мы не проговорили, не поговорили про чтение файлов бинарных, но заранее известной структуры. Когда файл является не последовательностью байтов, а, скажем так, состоит из каких-то записей, каждая из которых состоит из каких-то данных определенного типа. Ну, например, если вы пишете программу на си, у вас есть такой тип стракт. Вот вы определяете стракт. В этом стракте там, ну, не знаю, есть целое число, есть ссылка, есть строка из 10 символов длины. Вот как этот стракт прочесть? Для этого есть модуль, который называется стракт. И он уже достаточно такой, ну, что ли, затейливый, потому что, в отличие от того, большинство из того, о чем мы говорили с вами до сих пор, это все было достаточно теоретическая штука, связанная с языком. А вот работа с какими-то бинарными структурами в файлах, разумеется, это уже такой real life, и в этом real life много, ну, как сказать, не все такое гармоничное, как хотелось бы. Вот. Как устроен модуль стракт? Он описывает... Вы сначала описываете вашу структуру на специальном языке, описание структур, говорите, из каких полей она будет состоять, какой порядок байтов. На секундочку, это тоже важно. Потому что на разных архитектурах он разный. Вот. И в таком виде записываете. Вот. Использование модуля стракт, в действительности, только оно по-человечески решает задачу записи питомских объектов прямо в бинарный файл, вот в том виде, в котором, ну, не знаю, в виде приближенном к тому, как мы привыкли отвидеть на оси. Да? Потому что если вы их сериализуете, там будет много оверхеда всякого интересного, связанного, скажем, с типом питомских файлов, данных. Вот. А если вы пишете, пишете стракт пак, стракт анпак, то все преобразование типов ложится на вас и только на вас. Вот. В чем приятность вот этого модуля стракта? Вы можете взять любой бинарный файл, его потихонечку распаковать. Ну, скажем, что у нас тут есть такого? Вот смотрите. Я наизусть формат PNG не помню, наверное, зря я это сделал. У файла PNG есть заголовок, размер... Нет, слушайте, он сложный. Давайте какой-нибудь... Не будем конкретный файл дампить, просто времени нету, но поверьте мне, что можно любой... Файл любого формата раздампить. Попроще что-нибудь, кто помнит? Я не помню. Я, наверное, BMP формат помню еще с каких-то древнющих времен. Ладно, не будем этого делать. Давайте лучше просто что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь такое от балды это сделаем. Значит, стракт. Опишем сначала ту пачку данных, которую мы хотим, хотим превратить из питомских объектов в последовательность байтов. Ну, скажем, что нам говорит наш язык? Сначала нужен порядок байт определить. Допустим, нативный. Опасная штука, да? Смотрите, нативный порядок байтов. Значит, порядок байтов такой, как на этом компьютере. На этом компьютере он будет один, на другом в другой. Если вот эти бинарные данные вы сгенерите на двух машинах, например, на писюке и на MIPS-машине с литлэнзер, то у вас получатся реально различные бинарные данные. Может быть, стоит использовать стандартизованный порядок данных, так называемый нитворк, это он же бигэнзен, который всегда одинаковый. Но тогда то, что у вас получится, например, нельзя будет прочесть из программы на СИ, в которой порядок данных таки да, нативный. Вот такие непонятки из real life вас будут преследовать почти всегда, когда вы будете работать с действительным представлением того, а не с той моделью, которую предлагает вам Python. Поэтому не то, чтобы этого следует избегать, но этим не надо пользоваться тогда, когда этим не надо пользоваться. Возвращаемся к нашему описанию. Итак, порядок байтов, ну, скажем, нативный. Скажем, у нас будет... Что там? Давайте посмотрим, какие там бывают типы данных. Скажем, целый. Целое. Потом... Какое-нибудь плавающее. Потом... Массив из 10 элементов. Ну, не знаю, как он тут пишется. S. 10S. Так, теперь пишем... struct.pack Ох, не помню, что там. Давайте посмотрим, какие там параметры. Формат и дальше переменные. Все просто. Формат у нас S. S. Целое. Плавающее. Источки с 10 элементов. А-а-а, это байты. Вот. Вот вам, пожалуйста, упакованные... в 51 байт. Ну, на самом деле, меньше. В 34 байта. Упакованные... Это... Остальные... Остальные это описатели нашего объекта. Упакованные в 34 байта. Последовательность из целого плавающего и 10 байтов. Обратите внимание, целое у нас... Сколько? 4 байта, да? Давайте посмотрим. Инт. 4 байта. Плавающий у нас 4 байта в сумме 8. Что-то маловато будет. Почему... Почему 34? Потому что B, а не F. А, футануты. Спасибо. Во, 18. Все так. 4, 4 и 10. Спасибо большое. Ну, вот. То есть, вот это уже плотная упаковка. Ну, скажем так, она не всегда плотная, потому что, если, например, мы возьмем сюда и вставим еще, например, один байтик вот сюда вот. И... Попытаемся упаковать это все в единую кучку. Ну, скажем, вот здесь вот один байтик, ноль. А, понятно. Ну, хорошо. Байтик. Вот. Видите вот эти нули? Это... Наша упаковка невозможна для конкретно этих объектов, потому что происходит выравнивание по границе машинного слова. И поэтому тут будет не 19 байтов, как мы ожидали, а все, я думаю... Сколько там? 24? 22, да. Вот. Так что, как только вы заморачиваетесь реальными объектами, реальными файлами, реальными последовательностями данных, в том виде, в котором они, в кавычках, лежат в памяти компьютера, будьте готовы к тому, что вас будут... Что вас начнут опять преследовать все те сюрпризы, от которых вы наконец-то избавились, перейдя на питон. Вот. Понятное дело, что избавиться от них окончательно нельзя, если вам нужно работать с такого рода объектами, то вот они все тут вас дожидаются. Да? Это самое... Выравнивание, определение порядка байтов, ну и прочая ерунда. Вот. Тем не менее, если вы хотите такое прочитать из файла, и точно знаете, какое оно там, то модуль Struct вам в руки. Единственное, чего не умеет модуль Struct, это непосредственно задавать вот здесь вот, в описателе, данные переменного размера. Ну, собственно, это не умеет и C-шная структура, если я не ошибаюсь. Вы не можете в Struct поставить внезапно строку неизвестно какой длины. Указатель можете, а строку не можете. Все, это же, ну, восходит к тому, что из таких структур C вообще-то массивы составляет, значит, они должны быть одинаковые длины. Ну, вот модуль Struct ровно этим и занимается. Значит, если у вас, ваша задача прочитать какие-то более хитрые данные, ну, пишите свой парсер. Такие дела. Значит, да, вот все это, конечно же, можно записать в бинарный файл, я, собственно, к чему это клоню. Или из бинарного файла прочесть. Было бы у меня чуть побольше времени, я бы действительно написал парсер какой-нибудь PNG-шечки, хотя бы начальный, вот. Но это требует времени, а у нас тут еще маленькая тема впереди. Такие дела. Если есть какие-то вопросы прямо про файлы, задавайте их сейчас, потому что мы с ними сейчас закончим. Так. Про план на второй семестр я говорил в прошлый раз, на самом деле, да. Значит, повторюсь. У нас осталась часть языка непросмотренная, у нас остались довольно важные модули, питоны непросмотренные. И, если нам позволит время, финишируем мы изучением простейших инструментов разработки программ, ну, разработки приложений на питоне. То есть документирование, тестирование, локализация, интернациализация в смысле. И, возможно, пакетирование, то есть придание вашей программы, вашему модулю дистрибутивный вид. Вот. Вместе с этим будем говорить про то, как это вообще делается, про то, как ставятся модули. Ну, вот про это. Ну, вот. По сравнению с курсом 15-го, кажется, года, где у нас были такие большие фреймворки типа Django, одно занятие по Django, одно занятие по... Этому самому Passage. Вот этого всего не будет, во-первых, потому что мне в 14-15-м году помогал Павел. И, собственно, у нас был курс один, вот этот второй, второй семестр был один на двоих. Одну лекцию читал я, одну Павел Суторин. И он в этом был большой знаток. Я не готов рассказывать про Django. Ну, то есть, нет, я, конечно, могу рассказать про Django, но это будет выглядеть как рассказ человека, который никогда не пользовался Django-вазу. Так что мы будем говорить про... Про Python там еще довольно много всего. Вот. Я постараюсь, чтобы вот эта вот лекция будущего семестра, которые про разработку, были про разработку, а не только про Python. Вот. И у нас в качестве финального теста будет написание небольшого приложения, которое, значит, будет использовать чего-нибудь из того, что было в семестре. Вот такие планы у меня. Вот. Есть ссылка на странички нашего курса относительно каких-то тем, которые внезапно не вошли. Где-то тут они были. Выше, да? А, да, еще выше. Вот. Там это просто свалка. Я, значит, туда вписываю мысли, которые мне приходят в голову. Если вам тоже приходят какие-то мысли, которые бы интересно посмотреть в следующем семестре, пишите мне. Если есть у вас право на записи на Вики, пишите прямо туда. Вот. Поэтому, даже если у вас не возникнет желания заниматься в следующем календарном году, в следующем семестре нашим спецкурсом, или оно возникнет, имейте в виду, что ничего не закончилось, что ваше изучение Python в самом разгаре. Вот. То, что мы с вами здесь сделали, ну, это такой старт, как хотелось бы надеяться, не очень бессмысленный. Вот. И под конец, да, значит, похоже, мы совсем не поговорили про стилепрограммирование, про стиль оформления кода тоже будет в следующем семестре, я надеюсь. Вот. И под конец хотелось бы, хотелось бы парочку пасхальных яиц из Python вынуть. Вот. Во-первых, вот это. Если сказать import this, там внезапно вылезает текст за авторством Тимми Петерса. Про Python. Вот. Где-то у меня на сайте есть даже перевод на русский, но давайте мы сделаем это прямо по ходу. Тут дзен Петона, как полагается, дзену состоит в основном из конов, то есть внутренне противоречивых утверждений, вызывающих просветление при долгой медитации на них. Вот. Ну что, значит... Да. Прекрасное лучше, чем ужасное. Как это? Хороший люблю, плохой нет. И тем не менее, если вдуматься, довольно странный требование к программе на языке программирования. Вот. Но для языков в высокоуровнях это действительно так. Для всяких жестких языков типа Хаскель, например. Если вам цель некрасивую программу, вы ее сами не поймете. Вот. И для Петона это так же. По умолчанию, ну, наоборот, явно лучше, чем по умолчанию. То есть, если вы хотите что-то сделать, или хотите о чем-то заявить, хотите что-то предпринять, предпримите это. Вот. Довольно странно звучит для Петона, где все по умолчанию. И тем не менее, да? Вот, если есть какие-то неожиданные вещи, которые вы имели в виду, но никак не описали, они сами собой получились, плохая негодная программа. Ну, простой лучше, чем сложный. Это как бы трудно в этом найти кон, пока мы не прочитаем следующее утверждение. А сложный лучше, чем усложненный. То есть, получается, что сложный – это не так уж плохо. В чем идея? Ну, не все вещи могут сделать простыми, да? Есть другой лозунг, который тут не встречается. Do not oversimplify, да? Не переупрощай. Соответственно, если вы не можете упростить то, с чем вы работаете до состояния simple, значит, окей, оно будет сложнее. Но ни в коем случае не добавляйте сложности туда, где ее не надо. Complicated – это как бы запутанный, усложненный. Если у вас что-то получилось complicated, с какими-то условиями, которые отдельно оговариваются, где-то что-то пишется, откажитесь от этого кода. Но всем будет легче, начиная с вас. Flat is better than nested. Лучше в столбик, чем… Как скажем так, лучше подряд, чем… Лучше последовательно, чем вложено. Вот. Опять же… Плоский. Ну, плоский, в данном случае. Плоский в смысле вот… Да, да. Очень странно звучит тезис, имея в виду, что на самом деле мы всегда пишем исключительно вложено. Функция, которая занимает больше 20 строк, должна быть поделена на части, превращена в несколько функций, вызывающих друг друга. Да? Когда мы разрабатываем объектную модель, мы ее разрабатываем всегда от базового класса и делаем иерархию. Почему же утверждается, что… Ну, как бы плоский все равно лучше. А по той же самой причине не надо усложнять там, где нет усложнений. Если у вас есть несколько однотипных сущностей, пускай они будут однотипные, не надо сделать из них какую-то иерархию там, где ее нет. Если у вас есть, ну, скажем, какой-то алгоритм, функция, вычисляющая алгоритм, не надо насильственно ее превращать в три функции, вычисляющие по одной трети алгоритма, просто потому что так полагается, согласно этому дисциплине оформления кода. Да? Потому что последовательность всегда проще читается, чем вложенная. Sparse is better than dance. Да? Лучше вставлять пробелы пустые строки, чем их не вставлять. Железно. Для языков программирования и достаточно высокоуровневых, чем ближе у вас находятся куски вашего кода, тем больше они слипаются в один. Вот. В дисциплине оформления кода на питоне даже есть рекомендации, куда вставлять и сколько пустых строк, например. И пробел. Я стараюсь это делать, кстати, при написании программы. Readability counts. Читаемость очень важна. Это, пожалуй, ключевой термин в питоне. Настолько ключевой, что он даже не имеет формы коны. Он, скажем так, не менее странненький, чем утверждение номер один, относительно того, что красивое лучше, чем ужасное. Да? Когда вы пишете программу на питоне, очень важно, чтобы она читалась. Все остальное менее важно. Ну, за исключением ее правильности, разумеется. Но если программа будет unreadable, то в какой-то момент вы перестанете разбираться в ней. Именно потому, что в питоне много умолчаний. Именно потому, что в питоне очень много вещей, которые сами собой разумеются. Вот. Понимаете, да? Если много остается за кадром, то то, что в кадре, должно быть кристально чисто и понятно. Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила. Это, как бы, первая половина коэна, а вторая половина коэна говорит, что, тем не менее, практичность, это важнее, чем, ну, пьюрити. Простота, в данном случае, такая вот простота, которая, ну, следование всем правилам. Идея стоит в чем? Это такая же, та же идея, которая лежит за развлечением регламентов и стандартов. Стандарты – это такие штуки, которые можно нарушать. Но каждый раз, когда вы нарушаете стандарт, вы понимаете, что вы делаете ровно это. Нарушаете стандарт. Вот вы встаете в позу и говорите, я отдаю себе отчет. Я нарушил стандарт, всем будет мне удобно, но мне так надо. Потому что таковы требования заказчика. Сам себя злом на буратино заказчика. Вот. Регламент – это штука, которую нарушать нельзя. Да, вот. Мы все пишем там в таком-то стиле, мы все должны наши программы документировать на 17,5%. Вот. Регламентирование обычно к хорошему не доводит, в случае программирования, по крайней мере. Вот. Поэтому вы должны всегда понимать, что нарушение правил – это сознательное нарушение правил. И просто потому, что случай исключительный, и нарушение правил не должно происходить. Но когда оно может происходить, это когда, трезво взвесив практическую ценность того, что вы делаете, вы понимаете, что вот то, что вы делаете так, как вы делаете, лучше, чем следование правил. Никакие ошибки нельзя, не должны проскакивать незамеченными silently, безмолвно. То есть все исключения, которые мимо вас пролетают, и которые вы можете поймать, надо поймать. Все ситуации с непорядками в данных, которые вы можете увидеть, надо увидеть и бросить соответствующее исключение или соответствующее сообщение, нельзя сделать так, чтобы у вас приехала функция, у вас в алгоритме обнаружилось, что в этой функции есть какая-то гадость, а потом вы поехали дальше. Ну, опять же, кон не был бы коном, если бы к нему не предлагалась вторая часть. А вот если вы хотите, чтобы эти самые ошибки игнорировались, ну тогда игнорируйте. Эксплицит ли сами, да, естественно. Вы должны описать, какие именно нетрадиционно сложившиеся ситуации вы обходите и почему. Утверждение еще одно не являющейся формой коина, и поэтому, видимо, очень важное. Если у вас есть несколько вариантов принятия решения, ambiguity, ни в коем случае не гадайте, не выбирайте на удачу один из них. Не пытайтесь догадаться. Если что-то непонятно, не пытайтесь догадаться. Это очень плохой способ программирования. Это называется парковка на слух. Вот. Значит, сначала разобраться, потом кодировать. Сначала разобраться в ситуации, потом принимать решение. В жизни тоже очень помогает. Это полемический дзен, связанный с... Это полемика с Ларри Волом, с Перлым. Потому что Ларри утверждает, что чем больше вариантов решения одной и той же задачи в вашем языке возможно, тем этот язык круче. Вот. Гвида с ним спорит, говоря, что на самом деле по-хорошему. Это такой типичный кон, потому что мы знаем, что в питоне можно одну и ту же задачу решить многими способами. Но по-хорошему только один из этих способов действительно эффективный и ощущается как правильный. Если язык устроен так, если ваша программа устроена таким образом, что задачи, которые вы решаете, ощущаются как решенные правильным способом, да, всем будет легче. Тут, правда, Тим Петерс замечает, что некоторые очевидные и наилучшие пути, они очевидные и наилучшие только если вы, голландец. Намекая, видимо, на самого Гвида, что его голландский мозг, иногда очевидность у него такая специальная голландская. Еще один кон. Сейчас лучше, чем никогда. Но никогда часто бывает лучше, чем прямо сейчас. То есть вот подход, некогда думать, трясти надо, он даже к домашнему заданию неприменим, не говоря уже о более серьезных программах. Потому что навалял что-то такое, оно там почти всегда работает. Пришил к этому пару костылей, оно еще более почти всегда работает. Но зато падает в других случаях. Ну и так дальше получается код таких немыслимых размеров. Если нечто тяжело объяснить, implementation, то, что вы написали, вашу реализацию, тяжело объяснить. Она вообще плохая. Это была плохая идея. То, что нельзя объяснить, даже если вы это запрограммировали. Скорее всего, вы сами плохо понимаете, что вы запрограммировали. Это утверждение в паре со следующим является коном. Потому что следующее утверждение следует. А вот если ваш implementation, то, что вы запрограммировали, легко объяснить, то, может быть, это была хорошая идея. А может быть и нет. Тот факт, что вы написали кристально чистый код, еще не означает, что вы написали правильно. То есть не попадайтесь на эту удочку. Не попадайтесь на удочку, что я точно знаю, как все объяснить. Проверяйте. Ну и, наконец, пространство имен, это очень круто, пускай их будет больше. Тоже клоун в своем роде, потому что мы знаем, что пространство имен довольно тяжелая штука. И избегание множественного скана по пространству имен, это один из способов оптимизации программной питания. Такой вот неожиданно вязкий, нелаконичный текст от Тима Петерса, он скорее показывает, как думать на питоне, чем описывать свойства какого-то языка программирования. Ну и последний классический трюк, все его, я думаю, знают. Что будет, если сказать импорт антигравити? Не все знают? Сейчас я попробую сделать размер поменьше, потому что, кажется, не видно. Почему у меня нету, почему у меня нету кнопочки? А, сейчас, я знаю, почему у меня нету кнопочки, потому что она у меня где-то здесь была. Да. О! Это XCD-шный комикс номер 353. Вот. Перевожу. Значит, картинка сверху. Один человек летает, а другой ему говорит, ты летаешь. Как? Второй говорит, питон. И начинает объяснять. Я тут его за прошлую ночь выучил. Все так просто. Программа Hello World выглядит, как Print Hello World. Второй говорит, ну, я не знаю. Там динамическая типизация. Там пробелы в качестве форматирования. Да ладно, присоединяйся к нам. Программирование снова, стало снова фаном. Тут сверху-то целый мир передо мной открылся. Ладно, ну как ты летаешь? Ну, я написал импорт антигравити. И все. Ну, я еще попробовал все, что лежало у нас в медицинском кабинете. Вот. Ну, я думаю, что это был питон. Такие дела. Вот. Я надеюсь, что вот эта вот, вот эта вот, вот эта вот легкость, да, в какой-то мере нам с вами передалась, потому что, ну, не знаю, вот, у меня были очень похожие ощущения, когда я учил питон. Что все то, что дается с трудом, все то, сквозь чего надо продираться и не забывать, в питоне как-то вот лежит рядом, и этим можно пользоваться. Вот. На чем, значит, на чем мы переходим на страничку с оценками? Как я уже сказал, где она тут? Как я уже сказал, алгоритм очень простой. Алгоритм очень простой. Видите, сколько пятерок? Тридцать пятерок. Пятьдесят пятерок и четверок. Вот. Я не думаю, что все эти люди, кстати, вообще с факультета, потому что у нас была свободная регистрация. Так что, вот. Если у кого-то, значит, у вас есть шанс немножко улучшить свое положение, если очень хотите, потому что у многих не все задачи решены, и не свое время решенные задачи, они поднимают ваш рейтинг. Но любой человек, который после сегодняшнего дня будет что-то менять в своих домашних заданиях, попадет под пристальное внимание со стороны меня, потому что, ну вот, потому что. Потому что мне кажется, что человек говорит, а черт, у меня тройка, сейчас я скопипащу у кого-нибудь парочку примерчиков, у меня теперь будет четверка. Ну, не доводите до этого. Мы с вами надо организовать какой-то интерфейс по тому, собираетесь ли вы что-то исправлять свою оценку или вообще собираетесь ли вы ее получать. Сейчас я попробую сделать, какой-нибудь редактор запустить. Вот, который оценки же проставлены, с ним согласиться можно? Да, да, с ним согласиться можно. Я думаю, что все с ним согласятся. Даже, ну, потому что, ну... А еще один вопрос, если надо, как зачаться? Зачет — это четверка и выше. Это довольно рисковое мероприятие. Если вы, например, узнаете у себя на кафедре и вам скажут, что можно вместо зачета дифференцированный зачет, то есть ставится в графу зачет, а пишется оценка, то это будет лучше. Но если вам скажут, вот кровь из носу, приноси бумажку, на которой написано именно зачет, ну ничего не поделаешь, напишу вам зачет. Значит, сейчас я сделаю погромче. Пишем письмо вот сюда. Много. Там должно быть обязательно написано слово «экзамен». А, это не «экзамен». И слово «пайтон». Это «сабж». Вот, значит, тем самым мы желательно это сделать, скажем так, до вторника, вот, чтобы мы могли скоординироваться, если вдруг у кого-то какие-то идеи по тому, что он хочет там поменять эту оценку, если вдруг. Пробуйте договориться со мной, тогда мы устроим собственный экзамен. Все, кто с оценкой согласен, значит, ваше счастье. Вот. Единственное что, единственное что, я, пожалуй, потрачу какое-то время на выявление копипаст. Я этого еще не делал. Оценки предварительно. Так что, если у кого-то из вас с этим проблемы, попробуйте их вот с этим вот товарищем лично перетереть. Потому что копипасты приводят к тому, что обнуляются оценки у всех авторов из кластера. Понимаете, да? Я не буду выяснять, кто у кого списывал. Вот. На этом все. Значит, еще раз. Предположительно, у нас нечто вроде экзамена или как минимум раздачи слонов в следующую пятницу в это же время. Быть может, чуть пораньше. Имейте это в виду. Но, может быть, и нет. В 6? Ну, в 6, значит, в 6. Хорошо. Вот. Ну, на этом все. Всем спасибо.